Где, 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 где? Надеюсь. 18-й тур мужской суперлиги подарит всем любителям волейбола интереснейшие поединки. Одним из центральных же станет очередное Эль Классика отечественного волейбола. 5 февраля зенитовцы отправились в гости к Белогорью. Кстати, с прилетом у вас хорошим. Я так понял, что вы сели в Белгороде. Не все могут себе позволить в последнее время. Старый, добрый дворец спорта Космос в Белгороде и тренировка казанского зенита перед завтрашним принципиальным матчем. Мы же, в свою очередь, хотим извиниться перед болельщиками в Кемерово за то, что не оставили наши традиционные подарки. Но, надеюсь, у нас будет возможность исправиться поближе к концу сезона. А для местных жителей рекомендуем досмотреть сюжет до конца, чтобы первыми найти призы. Обновленная Белогорье в нынешнем сезоне выступает успешно. Во-первых, команда уже прошла два раунда челлендж-капа третьего по значимости европейского турнира. В последнем домашнем матче с португальской Бенфикой белгородцы, несмотря на сухую победу, потеряли основного связующего Романа Порошина, получившего травму руки. Вместо него пасовать будет экс-зенитовец Сергей Багрей, который вернулся в команду по ходу сезона из Газпром-югры. Все хорошо, с Сергеем и так все наигрывают, потому что он тут уже достаточно давно, никого перелома нет, там будет суставы. Посмотрим, завтра будет играть или нет, еще непонятно. Ну, вроде тренироваться уже началось, все в полной программе. Завтра будет Багрей или Порошин, нам это тоже не особо интересно, нам важно в первую очередь показать свою игру. Обычно мы после опробования сейчас едем на базу, так, может, там сутки провели. То есть прям готовимся, да? В нынешнем составе Белогорья, помимо Багрея, еще экс-зенитовцы, капитан и лучший бомбардир Белгорода Денис Земчонок, олимпийский чемпион Алексей Обмачаев и один из самых результативных центральных блокирующих в Суперлиге Александр Гуцалюк. С уходом легендарного Сергея Юрьевича Тетюхина пару доигровщиков составляет интернациональная пара Пепе, капитан сборной Канады Джон Гордон Перин и серп Неманья Петрич. А их сменщиками являются молодые, но очень талантливые Антон Семышев и Павел Тетюхин. Мы сыграны, мы почти все играли в молодежной лиге в одной команде. Очень неплохо, мне кажется, синергируем в составе молодежи, как опыт в команде. Комфортно очень играть в таком коллективе. Молодежь, несомненно, радует. Они, когда выходят на площадку перед зрителями, они прям раскрываются. Никакой скидки на возраст абсолютно. Я думаю, это шаг тому, чтобы им давать все больше и больше игрового времени. Они тем и сильны, что у них все шесть человек, плюс еще есть замены. Которые довольно-таки эффективно выходят и помогают команде. Это Белогория достаточно быстро нашло стабильность, занимая третью строчку в чемпионате. На наш провокационный вопрос, сыграют ли белгородцы основным составом или же шанс получат резервисты, ответ был вполне однозначным. Мы, конечно, будем играть. Это все-таки наш зал. Мы гораздо сильнее, потому что мы очень много игр провели в гостях. Я думаю, для кемеровчан, для игроков, в том числе, это тоже было в какой-то степени сюрпризом. У нас домашняя игра. Я считаю, что мы не можем позволить себе перед нашими болельщиками выставить не первый состав. Зенитовцы прилетели в Белгород в полном составе из 14 волейболистов. Команда, отдохнув после матча в Кемерове и перелета, провела 4 февраля две тренировки. Зенитовцы, одержав 17 побед в 17 матчах, уверенно лидируют в чемпионате. А матчем против Кузбасса открыли серию встреч с лидерами. Впереди зенитовцев ожидают два домашних поединка против «Факела» и «Новосибирского локомотива». Но пока все мысли команды Владимира Олегна сконцентрированы на предстоящем принципиальном сопернике. Зенит на невероятном ходу. 17 из 17. Конечно, следим за успехами. И когда-то кто-то должен прервать эту серию. В прошлом году, кстати, у вас удалось? В прошлом году, да, как раз я помню, что в Белгороде это удалось. Попробуем реализовать преимущество своей площадки. Зенит, конечно, преобразовался. Совсем другой волейбол. Не только, как они играли с Леоном. Будем стараться этот волейбол сделать немного легче для нас. Вообще уже не помню, забыл и все. Уже у меня мысли о Белогоре, о том, как подготовиться к матчу. Пройдет, дай бог удачный, матч с Белгородом. И уже будем готовиться к следующему сопернику «Факел», как ты сказал. В Твич я даже не знаю, кто следующий соперник, потому что максимальная концентрация. В этом сезоне казанцы дома обыграли Белогорье со счетом 3-0. А та встреча стала тысячной в истории клуба. А вот год назад в Белгороде Львы были сильнее со счетом 3-2. Очередная глава «Эль Классика» отечественного волейбола. Казанский «Зенит» против Белогорье состоится 6 февраля в 19 часов по московскому времени. Прямую трансляцию матча вы сможете посмотреть, включив телеканал «Матч. Наш Спорт», а также интернет-порталы sportbox.ru и tvstart.ru. Итак, чтобы найти наш подарок в городе Белгород, вам необходимо приехать к отелю «Континенталь». И вот в этой карете, которая является одной из достопримечательностей города, мы, собственно, и оставим наш подарок. Как всегда мы до ночи стояли с тобой, как всегда было это вовало, как всегда позвала тебя мама домой, я... На ЗТВ баянов нет. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует... Продолжение следует...